Через две недели наступит вторая годовщина Беляевской трагедии. Складывается впечатление, что урок впрок не пошел. В Беляевском районе снова аварийная школа. Правда, на сей раз, к счастью, детей из нее успели перевезти. Материал Екатерина Плитыка. Вот это наша новая школа на данный момент. Мы здесь учимся. Из старших классов снова в детский сад. Теперь здесь учатся 129 карагаческих учеников. У нас перемен нет. Уроки сокращенные делают. Не по максимуму условиях. Хорошо подготовиться к ИГ. Дети бы пошли в свою школу, да идти стало некуда. В карагаческой школе косметический ремонт делали все лето. А потом поняли, ремонт нужен капитальный, ведь школа в аварийном состоянии. И начали его по сложившейся в Беляевском районе традиции во время учебного года. Выявились те недостатки, те замечания, которых мы не видели до этого. Эксперты не видели. То есть здание сегодня получается в аварийном состоянии. Аукцион мы провели в июле месяце. ФАС нам итоги аукциона отменил. Были нарушения. Вот по новой еще раз мы аукцион провели. Аукционы по выбору подрядчика закончились только 23 августа. Детей на время работы готова была принять Беляевская школа. Но до нее 20 километров по проселочной дороге. Руководство района выбрало второй вариант. Учить школьников в детском саду с интернатом, которые и сами нуждаются в капитальном ремонте. Главная безопасность людей, а детей тем более. Но у местных школьников о безопасности свои представления. Лучше, конечно, есть по бездорожью, в Беляевскую школу. Во всех условиях никак в интернате будет у нас. В итоге получился Тришкин кафтан. Решая проблемы школьников, обидели малышей. Для 42 детсадовцев нового помещения не нашлось. Я одна, мне девать некуда детей. Я хочу отправить их в сад и выйти на работу. Куда мне девать детей? Глава района обещал одиноким матерям за временный отказ от работы компенсации в виде минимальной зарплаты. Правда, это было сделано только после того, как жители пригласили съемочную группу в Вестеринбуржье. Это несправедливо вообще. Почему мы задаем вопросы, они нас категорически не хотят слышать. Жители Карагача одного не поймут, почему за ошибки взрослых должны расплачиваться их дети. Одна надежда. Ремонтные работы должны закончиться не позже, чем через 2,5 месяца. Это беляевские чиновники обещали губернатору Юрию Бергу. Екатерин Политык Александр Поляков, Вестеринбуржья, Беляевский район.